Во-первых, 0.1 не самое время, чтобы шутить, а во-вторых, мне кажется, что просто он все в игре доказывает, то есть видно, что в игре он не особо-то переживает, он делает все четко, грамотно, поэтому посмотрим на вторую карту, дорогие друзья, минус Фарамис, минус Минотавр, кстати, на первой стадии, вот так вот, и также Гвеневра у нас улетает, бам. Хочется отметить, что поменялись сторонами, да, и что Деус Вульд, проиграв первую карту, выбрали для себя дабл пик, то есть какого-то одного героя отдадут и попытаются его законтрить двумя своими, отправляется также Нолан в бан от нашей команды, ну и слишком много мета открыто, в ближайшую минуту, я думаю, увидим, чем же в итоге будут коллективы размениваться. Интересно, как много поменялось, да, вот с Миносторона, тут же Фарамис, Минотавр, с чего бы тут, и как теперь эту ситуацию анализировать, да, тут я как и сказал, работа для Флай Соло, просто вагон и маленькая тележка, ну и по последнему бану остается, думаю, это команда Оник над этой ситуацией, может быть, кстати, Диги сразу забанит, чтобы не мучиться дальше, хотя, я думаю, на второй стадии также они отправят его, минус Бруно. Так, минус Бруно, от Оник, соответственно, будем играть чем-то другим, Бан-Бан, может быть, отправить бан на Деву? Хорошая идея. Тут такая вилка жесткая, это Джой банится, это, возможно, какой-то Кай сейчас от Тоников на ФП, системообразующим, становится данный персонаж, но Ван-Ван также открыто, и можно сыграть по ней, а ставить Кай, быть может, наши ребята хотят разменяться Кай и забрать его для себя, для Солоча? А может, Ван-Ван забрать, я вот думаю, вот, я просто не видел никогда, по-моему, Кари еще на Ван-Ван, Гарли, да, и насколько он там хорошо сыграет, видел, да, все в порядке там? Да, оно было, он упал на Ван-Ван в третьей карте, если я не ошибаюсь, против Дикфам. Ну, в любом случае, не так часто, да, то есть вот, ну, понятно, что в пули этот персонаж должен быть, обязан просто быть, он не может на нем не играть. И на ФП у нас Фредерин, тоже такое, знаете, нейтральное решение, я бы сказал, то есть обычно Валентину Браут у нас, как Ассен Славр Браут, да, посмотреть, что будет, а тут Фредерин тоже нейтральный герой, построится под соперник. 318 ассистов, произошел Муна в таблице по ассистам за всю историю М-чемпионатов. Да, Савоч, довольно высокую позицию занимает среди всех игроков на чемпионатах мира М, и сейчас думают над драфтом вместе со своим тренером, с Флай Соло, думают, я предлагаю Ван-Ван плюс Каю, ну где, почему не берут это, но забирают бакси. Забирают бакси, а понимают, что не хотят играть сами через Ван-Ван, видимо, пытаются как-то об этом подумать, и забирают Ангелу. Ну, неплохо. А с одной стороны неплохо, с другой стороны открыли просто сразу все карты, то есть они показали, как... Плюс-минус вообще идеальная связка, да, Бакси плюс Ангел, но Ангел с многими персонажами стакивается, мы уже об этом говорили. Если еще к этому пику добавить Ван-Ван, то у Ангелы появится какая-то опция по выбору. Но я думаю, что сейчас заберут Ван-Ван сами ребята из зоников. Нет, это Клауд, и Сан сейчас будет принимать свое решение. Смотри, они открыли довольно рано, Клауда плюс Валентина. Ну вот тут вопрос, сейчас можно, смотри, можно забрать Тризлу, да, к примеру, чтобы его не забанили. Можно забрать Наварию сразу, но Навария, вот насколько она здесь хороша, честно говоря. Мне кажется, что вполне парнюк, она в лейд не выйдет, мне кажется. Неплохо, неплохо. Я согласен по поводу Навари. Тут что хочется отметить, что Сансет у нас игрок, который любит вот нанести урон, выдать какой-то хайлайт. И мы зачастую отмечали, что Ангела часто ставится в мид, но на ней такого импакта внести вряд ли получится. То есть больше верится в то, что эта совочка как раз таки будет на Ангеле. Забирается тем временем Броуди, будет у нас игра без ван-ван в итоге. Полностью проигнорировали ее. Редкая, на самом деле, ситуация, но обе команды ее игнорируют. Ну и вот матчап. Броуди против Клауда смотрится довольно неплохо, но на начальном этапе в лейте может стать больно. И даже тому же самому Баксу. Очень сильный старт. Видите, какая ситуация? Да, у нас стартовый пик очень-очень хороший. У нас Бакси, который будет давить лес, но у Фредерина, конечно, не так просто задавить. У нас есть Броуди, который тоже сильнее на лане. Но, как я и сказал ранее, Оники очень хорошо играют старты. Поэтому они нивелировать могут недостаток пика по мощности, по агрессии, по стартовой. Как раз своим опытом издотянуть в лейт. А вот если мы выйдем в лейт, там у нас уже могут начинаться проблемы. Сейчас посмотрим, да, кого забанят. Минус Матильда от Деус Вульта. Что еще есть? Есть тот же самый Кая. Все еще Кая имеется. Его тоже можно забанить. Тризла, да, вот про которого я как раз и говорил, его все-таки отбанили. Но у Китбомбы, да, в принципе, да, его правильно играют. То есть у Китбомбы очень широкий пул героев, да. То есть он может сыграть и на Уранусе, и на Чонге, и на Орлоте, кстати, где Орлот. И на Дариусе, и на ком угодно, и на Минодейте даже. Тигрил отправляется в бан от нашего коллектива. Я думаю, что сейчас могут задуматься над каким-то пиком или баном Дариуса. Обе команды, потому что Эксплайн открыт для обоих коллективов. И Дариус довольно неплохо подойдет как под Клауду на более позднюю стадию игру, так и на Эрли плюс Лейд, дополнительный для Броуди, да. Тоже можно под это поиграть. Посмотрим, какое решение примут Оник, пока не раскрыта позиция либо Мидера, либо Ромера. И как раз-таки Эксповика. Уже по Тризле отыграли своим баном. У нас коллектив из Индонезии. И задумываются над последним. Остается буквально 10 секунд. Но мне почему-то видится либо бан, либо пик Дариуса в этой карте. Так вы знаете, что-то посмотреть на эту стадию драфта год назад. Сказать, что Тигрил в бане? Это что-то новички, да? Но здесь лапу-лапу. Кстати, необычное очень решение. Да, мы помним, Китбомба на нем отыгрывал. Но не настолько, чтобы прям трофически мешать своей команде. Ладно, по эксповикам сыграли. Есть Чопсы, Кокчонг, да, остается. Какие-то другие персонажи. Эдит, опять же, можно взять. И Орлот, в конце концов. Орлот, мне кажется, из этого всего, что я сказал, самое лучшее решение. Я про него слегка подзабыл. Да, Орлот вообще супер работает. Здесь очень сильный, прям жесткий старт у нашей команды. Набрали все на темп, такой своеобразный, да. То есть, первые 15 минут вот таким драфтом нужно просто элиминировать соперника. Но посмотрим, что наберут Оник. У них не так много времени остается. Есть закрытый лес, закрытый голд, закрытый мид. Остается Румер, Румеров довольно мало осталось. Прям супертоповых, да, минус Минотавра, минус Матильда и также Тигрилл. А я все еще в пуле. И он может появиться. Появляется Дариус в итоге для коллектива. Оник вновь будет бутс на нем играть. И последний пик для Кибоя. Точно остался Румер. И нет, это Чу. Подобный персонаж. То есть, тоже выпинывает, тоже меняет позиционку, держит в контроле. Но против него хотя бы можно поработать в плане очищения. Ну и последний пик от Деву станет понятно, куда же пойдет у нас Ангела. Будет это медовая для Сансета? Или же все-таки Савоч будет на ней играть? Ну, Навария как будто уже не смотрится. И возможно, действительно, все-таки будет на позицию выбран Румер для Сава. Почему-то я думал по поводу Луи вообще, но я очень сильно в этом сомневаюсь. По поводу Чуда, первый катка он бил в бане. Дариус в любом случае неприятный персонаж, потому что, как минимум, Китбомба не может агрессировать. Дариус на старте ты никак не задавишь. Это такая контрмера. Вот. Поэтому Орлоту там придется... Ой, как-то непросто. Мы помним, что в последнее время, как у нас Орлота не очень удачно начинает свои старты. Да, если касательно вообще разных команд посмотреть. И даже сильнейшие игроки Мира на нем не могут играть идеально. И это все-таки она. Все-таки Навария, да. Ну, слушайте. Мне нравится наш драфт на early-mid-game. Да, сейчас, я думаю, компьютер там нормально нам даст. Но вопрос в late-game. Late-game прям страшный. И неплохо Навария добавляет демиджа именно как раз-таки в late-те. Плюс нет отхила у коллектива Onyx. И прострелы от Санса. Там мы видели их неоднократно. Очень качественные прилетали плюхи по соперникам. Я думаю, что здесь тоже может стать очень большой проблемой. Я не хочу, не буду никогда больше спрашивать, когда будет играть Девус. За кого по драфтам все всецело. Здесь уже компьютер на нашей стороне. И показывает, что даже переход от early в mid-game и в late за нашим коллективом. Что интересно. Ну и вторая карта. Напомню, Древус Культ проигрывают. 1-0 против одного из сильнейших коллективов планеты Onyx Sports. Ну а нужно поднять щиты. Нужно поддержать нашу команду. Ребята могут победить. Ну а Сергей и Владимир для вас это дело прокомментируют. Ох, друзья, если бы все было так просто. Компьютер посчитал и победа кому-то зачисляется. Но тут надо показывать еще и скиллы, умение управлять персонажами, синергировать с ними и играть командой. Да, давайте смотреть карри на Дариусе все-таки. Это Фредерин Экс. Ух ты, вот это новости, конечно. Ну, зафлексили, зафлексили. Такого я точно не ожидал. Но, видимо, не ожидала. Но видишь, все-таки Дариус на старте, как бы, видимо, не очень хорошо себя показал. Они решили убрать его в лес. Но уменьшение брони по-прежнему здесь актуально. А вот что по поводу экспы. Ну, у Орлоты попроще будет китбомбе, да. Но, опять же, ничего сделать, бац, он не сможет. Да, очень сложно против Кайрили снова будет играть именно на Дариусе. Вот это вот я прям переживаю. Но я надеюсь, по крайней мере, что все будет хорошо. У Дэвы сейчас очень хорошего крипа взяли себе Оник. Забрали его себе в копилку. В итоге Магистр лишился немного фарма. Да, ну и вот это то, как оно будет работать на постоянной основе. Эмблемы. Ну, здесь, в принципе, все довольно стандартно, да. Ничего прям суперсверхъестественного не видим. Не попадает пока прострелом на Варе. Но это пристрелочные. Вот с Сансетом мы это все прекрасно понимаем. И вот они, кстати, очищения, про которые ты, Леша, как раз рассказывали, да. То, что Савоч с очищением и Сансет также с очищем. Ну да, да. Вот насколько это поможет, это кажется, пока загадка. Но надеюсь, что сработает в данном случае. Плюс мы знаем, всегда был ее очень хорош, конечно, на Клауде. Это тоже серьезная, серьезная проблема. Плюс для Карви такой не самый частый опыт стоять против такого сильного голдтейнера, да. Ну, тут каждый, каждый лайм, посмотри, ты стоишь против лучшего исполнителя, ну, чуть ли не в мире. Это всегда большая проблема, большая ответственность. Подать сейчас неплохо, кстати, тремя стаками Карви. Через двух крипов он послал свой первый, и Санс здесь просто немножко подтраливает Сава. По Саву идет инициация, Сава погибает, обидно. И такое ощущение, что читаемо было, как будто вот потроллил и говорит, сейчас мы тебя заберем. И забрал. Вот это то, как раз, когда не хватило флика, да. То есть видно, что иногда неудобно немного играть с Савочи. Магистр нажал альтимативную, пошел вперед. Есть, кстати, астральная хат Сансет Лавра. Врывается по бутсу. Кибой получает прострел на Варе и больно-довольно. Кит-бомба пошел вперед. Вот Кит-бомба играет до конца. Магистр страдает довольно сильно. Магистр пытается уйти. Кит-бомба, Кит-бомба получает альтимативную. Чу не может выйти. Кит-бомба отлетает. Это минус два уже от Оник. Там по кибою попало, но не хватило урона у Сансет Лавра. Да, обидно немножко ситуации. Казалось бы, все здорово сделали. Но и вовремя черепаху забрал у нас еще игрок команды Оник из Форс. Да, и поэтому еще и щиток получил отдельно у нас. Бац. Ну, в общем, да. Не самый лучший файт получился здесь. Но так или иначе, вот Дариус разгоняется, 2-0 у него статистика. 2 кг – это хорошо для него. Так, ну здесь мы видим, что винрейт и сравнение, да, матчап-каунт 9 раз встречались. У нас Клауд и Броуди 66% за Клаудом, я так понимаю, да, но и 33% за Броуди. Но при этом теоретически винрейт 53 на 46 в пользу Броуди. У нас почти все катки заканчиваются, ну, очень долгие, после 10-й, после, там, 15-й минуты. Покебойщик начинает с работы, но это все-таки Чул, хотелось бы его забрать, но не получится. Не хватит урона пока. Учитывая, что стартовый сетап достаточно серьезный, но даже сейчас урона немножко команде Дэвус Вульд не хватает. Некем пробивать, ну и цель не самая простая. Да, и проблема, проблема в Санзе, который с ультимативной Ангелой теперь у нас бегает, и мы будем получать постоянные неприятные ситуации с точки зрения сейва. Полторы тысячи, перевес Соник, это много, это много, это довольно неприятно. Это старт, как у Дэвус Вульд был на прошлой карте, но, как мы знаем, этот старт камбэк от Симагистр пошел вперед, играет по Кайрику, но при этом есть ультимативная Ангелы, выпинывают Магистр, Магистр, Магистр погибает. Ну и вот я о чем и говорил, да, очень сложно против Кайрика здесь отыгрывать. Кейбой просто возвращается на базу, да что ж ты будешь делать? Ну как они так прикрывают? Ну это же идеальная игра. Да, это идеальная игра, в этом-то и основная проблема. Под Китбомбе он сместился в центр, хотел помочь своему коллективу, но немножко опоздал в этой ситуации. Ничего не получается сделать, Китбомба, конечно, выживает, но с Бутцем тут сложно что-то придумать. Хотел забрать вышку, но тут три игрока, они на базу даже не уходили. Вот такая интересная ситуация, если W Solo справляется с этой, ну достаточно простой. Черепаху, да, потеряли, не удастся на нее выйти, по таймингам очень ошиблись ребята из команды Devil's Vault, да и подготовиться нормально не сумели. Хотя если все вышли из таверны, из фонтана, да, сразу пришли бы на Черепаху, скорее всего получилось бы, учитывая, что оники на базу не летали, не все. Да, все-таки теряют еще один объект, Карви возвращается в итоге на базу, но при этом отпушил лейн, поэтому более-менее сейчас для голдлайнера нашей команды Магистр забирает также синий баф себе в копилку. Ну и Санса приходит сюда, Санс уже седьмого, Магистр тоже седьмого, Каррик девятого, в этом время Магистр пошел играть по Санзу, Санс выбивает с него флик, играют по Карри, нападают очень сильно у нас Deus Vault, как будто бы получили какие-то шмотки, бац, Бутстракт же тратит флик, но приходит сюда Кибой, выпинывает Карви, Карви погибает! Ну вот это прям проблема! Ох, неприятности! Отдали две вспышки, отдали кучу ресурсов, китбомбы тоже тут просто запинают толпой! Как же обидно всегда оники, когда нужно в пятером на постоянной основе, даже когда теряют какие-то ресурсы, отдают свои навыки на сейф, отдают вспышки, кажется, вот D, вот зацепили, сейчас могут показать свой минус, но это оказывается некой ловушкой, то есть очень быстро принимают решения ребята из коллектива Оника Спортс, тут уже под вышкой начинает Магистр пинать, заберут, скорее всего, вышку, по Магистру тоже могут доиграть, но урона все-таки не хватит. И подтягивается команда DeusFult, но позиционка очевидно потеряли. Ну позиционка, да, позиционка потеряна, ну вот то, чем заканчивается агрессия в сторону Onyx, да, мы как бы понимаем, что в начале игры на них нападать, это вообще, это прям невозможно практически, то есть они очень грамотно дефаются, они стоят под вышкой, они не против потратить боевые заклинания, чтобы выжить, но при этом на развороте они убьют у вас 2, 3, 4 героя, и это, это самая главная сила индонезийской команды, это то, почему, в принципе, она является сейчас тир-1 коллективом, и не просто тир-1, а фаворитом турнира. Ну ты знаешь, это какой-то следующий уровень, изначально ты учишься там не умирать, как-то двигаться по карте, играть командно, правильно заходить в кусты, ну когда ты вот на 100% понимаешь, когда ты сильнее, когда слабее, и что ты можешь сделать в определенной ситуации, какую пользу принести. Это, конечно, ну, то есть это мы не учат, это не придумаешь, это только опыт, только какие-то личности ощущения, и Кибоя пытается спасти здесь Валентина, и она спасет его, но нет, не хватает все-таки щитка, благо, что сила-то, как у Ангела, все-таки нету, и первый кило для команды Дайос Вольт, ну хоть что, побаться, не хватило чуть-чуть, буквально дуночь у него. Ну, ну, все-таки добили хотя бы Кибоя, да, и Бутс, очень сильно просел, возвращается CW на базу, можно попробовать, кстати, забрать какой-нибудь зеркальный табор, Кайри, вот Кайри сейчас 5000, у него уже санс тратит, а вот сейчас догнать, а вот сейчас попробовать, попробовать дворником, нет, тут Кайри, тут Кайри, сейчас китбомбе будет больно, китбомба страдает, китбомба погиб. Без кинобка остался, да, обидная ситуация, прям на развороте, мы, когда увидели Кибоя, понимали уже, что это, скорее всего, проблема будет для нашего коллектива, в частности, у нас для китбомбы, то есть ему надо аккуратненько действовать, он много делает, китбомба, то есть действительно много делать, практически все инициации, все какие-то киллы с его участием, именно за счет его контроля, за счет его действий, но и этого мало оказывается, и пока вот там файт какой-то проходил, вот напоминаю, что CW все это время фармит, 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 он файт очень редко подключается, там один ультимойт от него был, он набирает, набирает обороты, а мы знаем, что такое клауд на перефарм. Да, нашей команде мега сложно, мега трудно, но мы сейчас должны просто верить, поднимать щиты за камбэк, тот самый, про который Трекстерин у нас и пел, Санс при этом в центре, есть дворник у него, который он сворвал у Орлота, Санс Этлавр может какое-то время поддефить, Карви, кстати, тоже вторым номером может какое-то время поиграть, но хотелось бы выигрывать старт с таким-то пиком, Магистр въезжает в стройку, ууу, ультимативная прошла от Навари, дворник по двум героям неплохо на Магистр, Магистру очень больно, Магистр страдает, Магистр, скорее всего, погибнет, Ангела спасает в это время Карви, Карви, Сапляка пытается уйти, CW за ним в погоню, Карви живет до конца, Карви, Карви пожить, Карви, Карви выжить, самое главное, Карви живет, хорошо, китбомба на развороте пытается поиграть также по CW, прострел от Навари неудачный, но и улетают от Сидеоники, да, просто уходят, забрали Магистр, синий баф, по-моему, тоже потерян, все очень плохо. Ну вот, одной Ангел нам мало, одной мало, надо две Ангелы, потому что проблема была и у Магистра, и у Карви, да, и Карви, наверное, правильное решение в данном случае было спасти Броуди, его все-таки спасли, то есть миссия как бы завершена, но потеряли Магистр, он плотный, у него шансы выжить какие-то все-таки были, там мог уйти опять же через бафбит, но не получилось, в данном случае он погибает. Ну что, не до фарма у нас, точнее, перри фарма команды Оникш, 7000, драться за лорда, вот не знаю, хорошая ли это идея, Чу в интересной позиции, может, опять же, если что, выпнуть нашего персонажа, я думаю, что это охота на Навари, в частности, информации по нему никакой нету. Это 100% за Навари, ну и плюс сейчас не пойдут, не пойдут Деус Вульд на этого лорда, отдают объект, при этом ждут, ждут, пока кто-то подойдет, кто-то выйдет, выходит Бутс, но это... Карви опасный, Шитаргет, Карви, ну да. Хотя у Тимит Ангела вроде есть, но нет. Нет, его все, его закрывают уже, ох, как вовремя он. А не туда, хорошо. Это Кибой ошибся, это Кибой ошибся, да, не в ту сторону, прям вот микрошаг Карви сделал, для того, чтобы позиционироваться правильно, то это Кибой может поплатиться, но это очень плотная цель, тут вся команда Оник на подстраховке, поэтому карнавала не будет. Да, все, ушли немного Деву, отступили на свой красный баф, Магистр забирает красный через Ретрибьюшн, при этом у Кайри он в КД, но Лорд двигается по нижнему коридору, и вот сейчас самое главное это за Дев. РЦТ, два товара потеряны, на бот-линии, по крайней мере, потерян, на центре очень сильно горит, им нужно отпушить пачки, нужно отпушить все паки, в топе пак идет, он довольно долго будет идти, скорее всего, CW просто засплитит вышку. Карви, злобный рыб плюс КСМ, очень мало, безумно мало у Броуди сейчас. Да, это факт, ну не дали пофармить, слишком вот стартовое давление было велико, хотя казалось бы, мы говорили, что старт за нами, но Оники быстро все это дело к своим рукам прибрали, и шансы вообще выйти с базы не дают. Сейчас еще и Лорд идет, Лорд пока еще не кастующий, это, наверное, единственный плюс, который мы можем отметить, но все равно проблем с ним большое количество, учитывая, что все-то два вышки уже упали, и я думаю, сейчас Оники зайдут на Д3. Ну, кстати, астральное эхо от Санса Тлавара, можно попробовать задефать, задефали Лорда, задефает пачку, какой дворник шикарный от Санса, магистру больно, магистра отлетает, Кибой оказывается слишком далеко, Кибой можно забрать, Кибой забирают, при этом Бутс, Бутс также просил на пол ХП, Бутс приходит сюда, ультимативно от Карви пошла, Карви пытается жить, Карви, Сидабл ее оказывается патроном соперника, но минусует в итоге трех, он стаповал от Кайри, и нужно как-то задефаться с Авочью и Санса, то получится это сделать или нет, да, получается сделать, но потеряли Т3 Тавр, потеряли трех, забрали только Бутс и Кибоя, Санса, ну тут просто прикрывают! Ну, жесть, жесть, да, вот даже сейчас Санса, простейшая ситуация, казалось бы, ну иди, все, Карри, гуляй, ты свое дело сделал, нет, он все равно своим телом взял и закрыл своего мага. Ну вот неприятная, конечно, ситуация, прям, не придраться, к игре Оник, действительно, не придраться, и красивая цифра в 10 тысяч не для нас, конечно, по Ферафарму пользу Оник из порции. Вот отметь, что, мне кажется, они немножко даже начинают верить в себя, потому что ситуация для завхода на Т3 была не самая идеальная, то есть лорд не кастующий, да, и рискованная ситуация, но перефарм в 10 тысяч позволяет тебе рисковать. Дает тебе право ошибаться, ой, магистр, вэп 0, хватит ли урона, хватит, потому что Карри же в порядке, пытает там гилл, спасти магистра, получает это сделать, рвается еще и Орлот. Культивативная от CW, китбомба страдает, уходит отсюда, минус бунтс, ну, может быть, сейчас? Ну-ка, хороший минус, очень хороший килл сейчас нашли, да, усвульд. Нужно отпушить лайнер, нужно успокоиться, да, они сделали килл, они заработали тысячу с этого килла примерно, и все, надо просто подфармить, выйти с базы, потому что они были зажаты, сейчас они могут хотя бы выйти. До лорда 15 секунд, я не знаю, насколько стоит за этого лорда сейчас биться. Конечно, это кастующий лорд, это лорд, который пойдет по нижней линии, и там и трон может упасть, но как будто бы, как будто бы слишком опасно. Клинок отчаяния приобретается Карви в это время, и вот теперь Карви уже сила, вот теперь Карви уже мощь, и Карви так-то, если он занимает хорошую позицию, а чаще всего Карви старается занимать очень хорошую позицию, и флик у него имеется, то Карви может внести кучу импактов. Да, только буквально 15 секунд назад у нас CW купил злобный рыб, и теперь он будет наносить еще больше урона. Теперь там Магистр, Китбомба, да, достаточно плотный персонаж, для него проблемой особо-то не является. Там Буду достаточно далеко, пошел и Магистр проверить ситуацию, Санс тут же недалеко вливает свой урон, и отдают смайт. Это неприятно, причем Магистр отдал, но там за объект бороться уже нет никакого смысла, просто чтобы уйти в этой ситуации. Ну и готовимся к дефу. Да, просто ждем, просто ждем лорда, который подойдет, отпушим линии, опять же, клауд очень большой, Валентина тоже большая, Навария пока только качается, мы видим Жезл плюс Книга, плюс, опа, поджог на Наварии. Вот так вот закупает Санс. Ну, объяснял, да, как раз Санс, что сделан для того, часто берется поджог, чтобы щит Афины дольше КДшился не уходил в КД, да? Ну, как мы видим, что щитов Афины нет, просто неплохой предмет в данном случае. Как-то надо прожигать этих плотных персонажей, да? Так, крылья, кстати, приобретаются к Айрикам. Да, взрывного урона много, танковка тоже есть у Оник, но как будто бы, как будто бы мы можем сейчас попробовать подефать скитбомба, вынес пак миньонов под Т3, в итоге сам чуть не погиб, флик! Флик, ну какой же флик от бутса, шикарный, теряют Т3 в топе, теряют Т3 в центре, скорее всего, если пак подойдет, нужно попытаться подефать сейчас Лорда, Лорда задефают ребята из команды Деос Ульт, но вопрос, опять же, того, что смогут ли закончить бискитбомбы, 20 секунд, как пожить, Санс и Клавер убегают на базу, отхиливается Магистр, в него просто всаживается Ангела, при этом Карви пытается расстрелять пак, Санс врывается по Карви сыграть, но Карви уже на базе, нужно просто отпушить, нужно просто сыграть по миньонам, получается это, кстати, неплохо. Пока что делать, есть прострелы от наварения, самые удачные, при этом ультернативные от Карви также, потому что сверху Магистр выживает, нормально, дефались Деву? Адефались, да, как же сейчас бежал у нас господин Кибой, он просто прожал маскировку и по кромке прям, по лесной полосе, по самому топу прям пробежал в обход для того, чтобы конкретно Карви выкинуть, но Карви его заметил, да, у фликбэк и оказался на фонтане, ему приходится фликнуть фонтан давать, чтобы спрятаться от этого невероятного воина, очень Кибой неприятный, постоянно находится в спине, вот знаешь, как Хильда, вот Сава, когда несколько игр играл назад на Хильде, помнишь там игру, которую мы проиграли, он все время находился в спине, и немножко, честно говоря, по таймингам опаздывал, вот здесь Кибой, Кибой, как только начинается файт, тут же залетает в спину и пытается сыграть либо по Санц Клавару, либо по Карви, по нашим основным демо-стилерам, вытолкнули отсюда Карри, но Карри живет, урона нету, кондронизация, пошла комодоли, кидбомба, балла ХП, кидбомба, очень мало ХП, его должны добивать, живет пока, Карри, опасность, след антифиза, закрывают его, Карри хотя бы добить хоть кого-то, у Санца мало ХП, но бац, танкует все, абсолютно все, да, очень сложно, там CW на таких лоу-HP ушел, и CW, и Санц, ты посмотри на их ХП, Карри погибает, но через 20 секунд он уже появится, нужно все это время просто задефаться, не идти, наверное, ну на Лорда, блин, так хочется пойти на Лорда, потому что без трех сторон... Лайны, Лайны страдают, хотя с другой стороны, если мы этого Лорда не заберем, то шансов у нас, мне кажется, на победу вообще нету, поэтому... А как ты подготовишь Лайны, они просто сидят в нашем лесу, ты буквально отошел хоть немножко, да, у тебя начинать проблемы, поэтому вот, чтобы сделать два шага вперед, приходится три раза лес проверить, каждый куст причем, вот это задача. Да, друзья, ну сейчас нужно просто поддержать Деву, очень сильно накинуть щитов в наш чат на официальном канале, потому как сложно, сложно ребяткам... Так, Сансет... Летел Магиста, не успел. Нет, поздно, 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 все, уйти, уйти, просто уйти ребятам из Деву, пожить, похилиться, сумеречка, покупается Бутсом, сверху еще поджег на Санзе, по-моему, или там Божественный Меч появился... Ну и вызывается Лорд, Лорд по центральной линии, которого сейчас как-то нужно задефать нашему коллективу. Да, там Божественный Меч, но задефать будет действительно сложно, Лорд быстрый, да, крипы очень близко находятся к базе, мы видим, что Дариус у нас чистит топ-линию, и это будет задефать неимоверно сложно. Сансет Лавр получает урон, мы видели, там еще сумеречка появляется, значит, от Сансет Лавра урона будет немного. Ну, что, деф в жизни? Я не знаю, это практически нереально, но вдруг получится. Ну, вдруг получится, давайте смотреть, Магистр опять нажимает все ультимативное, впитывает, полно неплохо китбой, и опять бежит за Карви. Максимально круто, Карви мансует сейчас его оппонента, кстати, Бутсу больно, кстати, Бутсу можно по-пığımız закрыть, ультимативное тарви не даже выписывается к Карику также больно, Они дефаются, до конца китбук, в итоге погибают, но это не так важно, главное, сейчас задефать пак и задефали один пак. Второй еще идет по центру, второй идет по центру. вторая волна и забрали нас пока одного персонажа проблем большие у карли как же много урона от санса карли живет нам все-таки не хватает кпф и магистра идет работа он соло стоит ну и там от санса там вряд ли что-то сделает три стал падает и это 20 в пользу оник дэму пока не вывозит эту ситуацию никак не получается в этой карте было еще тяжелее нашему коллективу действительно они показали всю свою силу всю свою мощь забрали свой драфт и даже вот отмечали мы на походу данного чемпионата что фредрин на экспо line это не самое лучшее решение но даже с этим оники выигрывать не получилось нашим ребятам навязать должную борьбу причем говорили мы о том что и пик вроде как на начальную стадию но все равно не вышло не получилось не повезло не фартанула эту карту супер уверенно проводят оники спорт забирают ее и счет становится 2 0 по сути начальной стадии не было даже да то есть мы как хотели быть какую доминацию там от бакси учитывая что он забирает начальные объекты но настолько полотно за нас взяли ребята взялись ребят и звонников что сразу получили какое-то преимущество и стартовой фазы по сути не было такое ощущение что мы сразу в лейд перешли видно что ну я думаю что дэва сейчас подкорректирует эти моменты да и конечно мы верим в камбэк в любом случае мы верим в реверс свип но что касается драфтов то видно что нельзя против фонников пикать начальную агрессию это невозможно это просто нереально они так хорошо сейвится они так классно сейвит героев они занимают четкие нужные позиции я прям ну в шоке они еще и слишком очень старт да то есть у них просто дичайший старт нужно брать что-то что может как раз нормально сыграть хотя бы старт и выйти в лейд но опять карри у нас мвп да вторую карту подряд карри забирает mvp 708 на дариусе с одним топором войны и дальше полностью в деф интересное решение именно так решил отыграть на этом персонаже и вот старт который был от нашего коллектива все-таки со статом от они к спорт не сравнился но многие отмечали что стиль игры похоже что индонезийцы играют довольно таки агрессивные зачастую захватывают начальное преимущество в нашем регионе подобная ситуация мы пытаемся играть на их поле в их же игру пока не получается быть может друзья будет задуматься больше над лейдгеймом и пытаться от этого я много фильмов я видел различных подобного характера но во всех этих фильмах заканчивается одним что ученик все-таки обыгрывать своего учителя знаете поэтому я надеюсь что здесь история примерно такая же я уверен что конечно на многие в нашем регионе следят за командой они к спорции в частности деву во многом считают что эти игроки сильнейшие и по праву да не просто потому что как ты потому что они действительно служили и уровень игры потрясающий это что мы сейчас на станет этой команды это очень здорово мы получаем конечно небывалый опыт дать тяжело очень тяжело очень сложно против нас прям играет практически идеально мы видим какие-то микро действия которые в играх которые мы наблюдали в рамках файл как группового этапа не увидишь их то есть есть некие стандарты стандартная ситуация но тут вот прикрытие микро действия шаг полево шаг право все это настолько четко разобрана поэтому тяжело очень тяжело противостоять команд другого уровня совершенно то есть вообще если в целом смотреть на млвб но дэву делают очень неплохие успехи очень плохие результаты особенно первая карта когда мы стартовали 6-0 я действительно в какой-то момент даже поверил что мы сейчас дадаем разорвем такого грозного соперника но напомню что еще не победа команды войны еще им надо постараться и дэву могут камбэкнуть да и вот вот этот момент это прям грусть это прям боль это печаль это файт который мог перевернуть игру и совсем чуть-чуть нашей команде не хватило до карви вот ему хочется выразить лютый респект за эту игру потому как он сэвился потому как он занимал позицию постоянно избегал нападение ки боя и санза это прям дорогого стоит но и 20 до видим что сколько где-то 14 13 тысяч преимущества ну многовато конечно больно больно действительно статистика супер подавляющая от коллектива они 9 вышек против нуля 3 черепахи 3 лорда 13 бафов синих 10 красных то время как наши по 5 бафов забрали и более ничего не смогли для себя оформить чувствуется все таки что опыт они играет важнейшую роль и наши ребята на мировой арене выступают не так часто возможно в этом и сказывается но в целом нужно поддержать сейчас дэву они проигрывают это та ситуация в которой нужно не пытаться как-то обвинять их в поражениях а все таки отдать должное что один из сильнейших коллектив против нас выступает в данном матче и дэву нужно только поддержать я сейчас выражу наверное честно и общее мнение всех кто более-менее следит за профессиональной сценой mobile legends bank bank да я бы посмотрел на людей которые сейчас могут хейтить дэву но это просто это это невозможно то есть люди играют против сильнейшей команды мира одной из самых сильных команд мира выступали на первой карте реально достойно на второй не пошло но все еще сохраняется шанс ребер свипа все еще сохраняются возможности и нужно подтопить за них нужно дать им поддержку явно не хейт мы уже сделали огромное количество работы мы уже скажем так сделали то чего никто не ожидал но этого мало я уверен что мы покажем еще свои результаты напомню что если мы даже проиграем команде олег у нас еще будет шанс вернуться и побороться за кран-финал потому что нижняя сетка я думаю что дэву вполне по себе по силе команды которые там выступают на данный момент конечно мы за ними тоже внимательно следим и это все будущее понимает сейчас нужно концентрироваться на игре концентрируется на камбэк то есть что-то придумать до как-то постараться достойно навязать сопротивления такому грозному коллективу как однако и внутри игры подряд тяжело согласен верится в это прям с трудом я думаю что все это прекрасно понимает но это возможно а если это возможно то это реализуемо главное верить доверится конечно с трудом но ребята ребята способны ребята могут и я Я лично буду верить в них до самого конца. Пока разговоры о нижней сетке оставим после того, как матч данный завершится. Кто туда упадет, Оники или Деву, узнаем.